День рождения Спасибо И сегодня подарок тебе преподнесла команда С каким счетом? 7-3, мы играли со Славой Получается игра вначале была достаточно напряженная Нам получилось забить первый гол То есть ставили, что будет 50 на 50 Но мы сейчас пробуем новых игроков в команде И то есть состав немного менялся на протяжении игры То есть приходили новенькие Насмотрели как они играют И достаточно хорошо все себя показали И получается, что мы смогли забить 7 голов И обеспечить себе преимущество на протяжении всего матча Какой таймбуш по нас? Первый или второй? Понравился больше первый тайм Мы смогли, я как уже сказал, забить быстрый гол И это очень сильно нам помогло Потом мы забили еще два гола И в течение игры мы держали преимущество в два мяча минимум И комфортно себя чувствовали Олег, на свою позицию На свою позицию Я скажу Ваня, двой, двой, не просты. До конца, до конца. Ваня, подключайся. Олег, открывай глаза. Выбивала. 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 С 35 минуты. Играем. Все, без всяких придумок, без всякой Бразилии. Опускаем мяч, играем в пас. Не теряем его. Чем больше они с мячом чаще, тем больше у них шансов сравнять. Все, давай, играем, ребята. Сегодня вы играли с Бронью. Как ты можешь оценить игру? Конечно, комплименты команде Бронь. Команда хорошая, сильная. У нас команда не собралась. Было как раз 7 человек. Без замен. По такой температуре тяжеловато. Не было у нас 4 человека основы, скажем так, ключевых игроков. Поэтому сказалось. Тем не менее, начали неплохо. 1-0 первый тайм выигрывали. Потом все-таки состав сказал свою. Бронь был, насколько я знаю, сильнейший состав. У нас это даже, скажем так, вторым нельзя назвать. Поэтому, таков и результат. Ну, в принципе, учитывая, опять же, составы. Пускай мы так, вполне закономеренно. Хорошо. Что ты думаешь по поводу игры, которая проходит сейчас, между командами Добро и Атлетико? Ты наблюдал в первый тайм, что это, может, еще новое? Да, хорошая игра. Но Атлетико тоже, можно сказать, не основа играет. Нет, по-моему, двух или трех игроков ключевых у них. Неплохо. Мяч забили со стандарта. Красивый, иной удар. Старается добро, но, опять же, мне кажется, как-то где-то ребятам все-таки опыта не хватает. Ребята молодые все. Энергии и сил много. Ну, посмотрим. Может, все-таки молодость, скажем так, все возьмет. Ну, Атлетико пока играет на опыт. Кто победит, как думаешь? Мне кажется, будет ничья. Не знаю, как-то так. Они сейчас потерялись. Память! Если ты ж потерялись, за мной. Побег! Пог 이�жу! Поговорим! ВЗРЫВ! Поговорим! Черт, в Киеве! Поговорим! 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 Встречайте! Встречайте Расскажи, пожалуйста, что ты можешь сказать в этой игре? Вы обыграли сегодня сильную команду «Добро-2», которая в лидерах чемпионата. За что у вас это получилось делать? Мы на самом деле в начале каждого сезона ставим себе цели. В этом сезоне цели поставлены не были, так как мы в экспериментальном порядке пошли во вторую лигу. И надо было посмотреть, как начнет у нас это получаться. В принципе, мы с этой ямы, с кризиса игрового, начинаем выходить. И в итоге, как раз на этой неделе, мы поставили цели, наша цель в пятой лиге. Можно, так сказать, реабилитация, войти в пятерку. Мы прекрасно понимаем свои шансы, что дальше тяжело пройти. Сегодня мы просто усилили защиту. Мы пригласили еще одного хорошего защитника, автора одного из голов, Ваню Кабакова. Пригласили еще одного парня на просмотр. И те, кто пришел сегодня, из ветеранов команды, на самом деле сыграли собрано. Был план на игру, на самом деле план был ничья. С «Добро-2» мы осознавали, насколько это сильная команда. Ну, получилось больше. Что ж, нам за это ура. С «Добро-2» мы не будем судить. Мы будем судить. По свистку поднимайте. Вот отца будет. С «Добро-2» мы не будем судить. Помогайте встать, ребят. Помогайте встать, ребят. Дорог. Встисляйся, встисляйся. Подпишитесь. Оп-та! Боро-2! Вст了! Уп 관련! Ещё играй! 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 Боро-2! Ну смотрите, у вас сегодня 0-3, с чем это связано, как ты считаешь? 0-2, да, у нас? 0-3 С чем связано? Ну... У нас мало что сегодня выходило Было тяжело, мы играли за старших Играли за старших, там возможно усталость как-то проявилась Ну и честно сказать, ну не шла у нас игра Ну моментов сколько? Три момента за игру, у нас никогда У нас два ударов в свор только сегодня было У нас всегда по ударам 15-20 в свор идет Просто вот не шло, не знаю Как-то у нас не получилось сегодня То есть возможности были забить, но реализация тоже... Возможности, пару возможностей было, я мог забивать и... Удивило ли выступление Атлетика сегодня именно с вами? Да я бы не сказал бы Мы с ними играли, ну... Как спокойно, как с любой командой, что мы играли То есть они ничем нас не удивили, нет, ничем они не удивляли Просто нам не везло, а им везло, все Тут нечего больше сказать Измирайте, смотри Да, ничем Что? Да, ничем Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай 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 Давай, давай Гол! Гол! Как же ты наблюдал за первым таймом между командами Профлайн и Астролучия? Какие впечатления у тебя остались? Интересный первый тайм. Ничья пока. Как по мне, Астролучия так. Немножко предпочтительнее выглядит. Но Профлайн всегда та команда, в которой очень хорошо получается играть с такими быстрыми техничными игроками. Основную ставку делали изобилие опять же с аута своего главного оружия. Интересно. Посмотрим дальше. Не знаю, чем трудно спрогнозировать, чем закончится. Риск поставить на Профлайн. Потому что с сильными командами все-таки получше у них получается. Что ты ожидаешь второго тайма? И доволен ли ты первым? Нет, первым таймом совсем не доволен. Немножко паника у нас возникла. Немножко эмоции сработали где-то. Думаю, сейчас соберемся и все-таки попытаемся вырвать победу. Очень нужно. Главное масло. Главное масло. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...